Оставник, чьи запитания у вас? Нету, нету. Маши? Нету. То есть правильно, что все тело неушкоджения, эти перерахования у высоко сперта, включающие и струс головного мозга, и закрытый перелом костей носа без смещения, все это от одного удара? Да, это могло от одного удара. Чтобы суду было понятно, в результате воздействия в область спинки носа, а тем более там был перелом, произошло кровозлияние. Ну, перелом, естественно, имеется кровотечение. Как из раны имелось кровотечение, так и в жировую клетчатку, окружающую глазное яблоко. Почему на веках возникают вот такие, так называемые симптом очков? Он бывает при ударе в области спинки носа и возникает симптом очков. То есть, с обеих сторон вот эти кровозлияния параорбитальные, или в веки. Но почему я там ответил, что два? Ну, как бы, по сути дела, могло иметь две точки приложения. Как в область самого глаза, так и в области спинки носа. Когда у меня запытало, могло ли это от одного повреждения, я говорю, я не исключаю, что это могло от одного воздействия. В том числе и струс головного мозга, и перелом, это все от одного травматического воздействия в область спинки носа. Дело в том, что обстоятельств я не знаю, может, и не стоит вдаваться в эти подробности, вот, при ударе могло быть, могло быть и другие последствия, понимаете, я не буду вдаваться в эти подробности. А в связи с чем была повторна? Додатковая, да? А там, мабуть, додатковые питания были. Пропадения. Пропадения. Но данных у меня не было, поэтому я, опять же, и сейчас не буду их помогать. А в связи с чем вы особо не наблюдали потерпевого? А в связи с тем, что он не приходил на свидетельство. То есть, экспертиза была чисто по медицинским документам. А вы его вызвали? А мы не вызвали. Не было такой необходимости? Если потерпели, получая постановление, приходят с целесными ушкоджениями, мы их тут же осведовываем и даем пропозицию, чтобы они вернулись до медицинских закладов. Но в данном случае человек заявился уже непосредственно в лечебном учреждении. То есть, это не нарушает законности. Достаточно было медичной документации для надания выставки? Ну, может, в каких-то моментах и недостаточно, но такие экспертизы достаточно часто проводятся. И по меддокументам очень часто проводятся. То есть, когда люди идут сразу не на свидетельство, они попадают в приемный покой, и им говорят, ну, срочно нужно ложиться на коечку, потому что всякие движения и передвижения не нужны. Ну, моя запута, да? Спасибо, до свидания. Может быть, и вильнюю. Спасибо.